Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Букта-бога-парит-ьякта Джишта-доша-чанит-ьяша Джишта-доша-чанит-ьяша Нешварас-nya-shubham-dhate Нешварас-nya-shubham-dhate Све-махи-мни-стита-шья-ча 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 Букта-бога-парит-ьякта Джишта-доша-чанит-ьяша Нешварас-nya-shubham-dhate Све-махи-мни-стита-шья-ча Кто хочет повторить? Букта-бога-парит-ьякта Букта-бога-парит-ьякта Джишта-доша-чанит-ьяша Нешварас-nya-shubham-dhate Све-махи-мни-стита-шья-ча Све-махи-мни-стита-шья-ча Букта-бога-парит-ьякта Букта-бога-парит-ьякта Джишта-доша-чанит-ьяша Джишта-доша-чанит-ьяша Нешварас-nya-shubham-dhate Све-махи-мни-стита-шья-ча Букта-бога-парит-ьякта Букта-бога-парит-ьякта Джишта-доша-чанит-ьяша Джишта-доша-чанит-ьяша Нешварас-nya-shubham-dhate Нешварас-nya-shubham-dhate Све-махи-мни-стита-шья-ча Све-махи-мни-стита-шья-ча Букта-бога-парит-ьякта Букта-бога-парит-ьякта То, чем наслаждается Бога-бога Наслаждение Наслаждение Парит-ьякта Отказавшись Дри-ж-та Осознав Доша-доша Порочность Ча-ча-ы-ы-ы-i- component Нитья-ша-х нитья-ша всегда на-да-не-не-не-ворошая Ишварясья независимого Ашубхам вред. Дхате оно причиняет. Све махимни в своем величии. Сдхитасья утверждается. Ча и. Перевод. «Осознав порочность своего желания господствовать над материальной природой и отказавшись от него, живое существо обретает независимость и предстает во всем своем величии». Комментарий Шилы Привопады. «Поскольку живое существо не может реально наслаждаться материальными ресурсами, все его попытки утвердить свое господство над материальной природой в конечном счете заканчиваются неудачей. Крушение его надежд приводит к тому, что у него появляется желание стать более могущественным, чем обыкновенное живое существо, и потому его начинает привлекать перспектива слияния с бытием верховного наслаждающегося. Так в его уме созревает план, сулящий ему еще больше удовольствия. На самом деле, живое существо обретает подлинную независимость только тогда, когда достигает уровня чистого преданного служения Господу. Недалекие люди не могут понять, что значит быть вечным слугой Господа. Слово «слуга» приводит их в замешательство. Они не понимают, что служение Господу не имеет ничего общего со служением в материальном мире. Стать слугой Господа значит достичь самого высокого положения. Тот, кто сумел понять это и вернуться в свое изначальное положение вечного слуги Господа, обретает полную независимость. Соприкасаясь с матерей, живое существо утрачивает свою независимость. В духовном мире все живые существа наделены полной независимостью, поэтому там на них никак не влияют трибуны материальной природы. Преданный достигает этого положения и, осознав порочность своего стремления к материальным удовольствиям, избавляется от материальных желаний. Разница между преданным и имперсоналистом заключается в том, что имперсоналист пытается слиться со Всевышним, для того, чтобы беспрепятственно наслаждаться, тогда как преданный отвергает саму мысль о наслаждении и занимается трансцендентным любовным служением Господу. Это естественное состояние каждого живого существа, возвращаясь в которое, оно обретает свое утраченное величие. Вернувшись в это состояние, оно становится Ишварой, полностью независимым. Истинным Ишварой, Ишварахпарамах, или Верховным Ишварой, то есть существом, которое обладает высшей независимостью, является Кришна. Живое же существо является Ишварой только тогда, когда служит Господу. Иначе говоря, трансцендентное удовольствие, которое приносит преданному любовное служение Господу, делает его по-настоящему независимым. ОМ МАЖНЯНА ТМИРАНДА СИАТЬЯ НАНЧАНА ЧАЛАКАЯ ЧАК СУРУН МИЛЕТАННИЯ НАТА СМАЙ СВИГУРАВЕЙ НАМАХА ШРИ ЧАИТАННЯ МАНАМ ВИСТЯМ САТПИТАМЯ НАПУТАЛЕ СВАЯМ РУПАКАДАМАЯМ ТАДАТИ СВАПАДАНСИКАМ БАНДИХАМ СРИГУРО СРИЯТАПАДАКАМАЛАМ СРИГУРУН ВАЩНАХАМ СЧА СРИРУПАМ САКРАТАТАМ САХАНАРАГНАТАНВИТАМ ТАМСАДЕВАМ САТВАЕТАМ САВАДУТАМ ПАРЖНА САХАЕТАМ КРИШНА ЧЕТАНЬЯ ДЕВАМ СРИРАДХА КРИШНА ПАДАНСАХАНАЛАЛИТА СРИВИШАКАНГИТАМСЧА ХЕ КРИШНА КАРНА СИНДУ ДИНА ПАНДУ ЧАГАПАТЕ ГОПЕША ГОПИКА КАНТАРАДХА КАНТАНАМОСТАТЕ ТАПТА КАНЧАНА ГОРАНГЕ РАДХЕ ВРИНДАВНИШВАРИ ВРИШАВАНУ САТЕДЕВИ ПРАНАМАМИ ПАРИПРИЯ ВАНЧА КАЛПАТА РУГЬЯ СЧА КРИПА СИНДУ ПАЕВАЧА ПАТИТАНАМ ПАВАНИ ПЬО ВАИСНАВИ ПЬО НАМО НАМА ЧАИ СРИ КРИШНА ЧЕТАНЬЯ ПРАГУНИЦЯ НАНДА СРИТВАЙТА ГАДАХА СРИВАСАНДИ ГОРА ПАКТАВИНДА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА 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 ХАРЕ 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 РАМА ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ Капилла Муни отвечает на вопрос своей матери ДЕВАХУТИ Здесь Капилла Муни отвечает на вопрос своей матери-белоходи. Его мать хотела понять, почему материальная природа доставляет живому существу столько страданий. И Господь Капилла объясняет матери, что когда живое существо начинает заниматься преданным служением, тогда оно может оставить болезненное состояние, желание контролировать материальную природу. В Бхагавадгите Господь Кришна также объясняет болезненное состояние ума обусловленного существа. Сначала Господь Кришна объясняет Пракрити, пять элементов... ...восемь элементов... ...все эти восемь элементов, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго составляют мою материальную природу, материальную энергию. А в следующем стихе Господь Кришна объясняет природу живого существа. И Господь Кришна говорит, что есть другая Пракрити, другая энергия, которой являются живые существа. А пари-ямитас-тван-ям пракритим-видимей-парам, джива-бута-маха-бахо-йе-идам-дарья-те-джагат. Господь Кришна говорит, что живые существа являются высшие Пракрити. Живые существа являются высшие Пракрити. Есть два вида Пракрити. Первый вид – это мёртвая материя, которая не имеет сознания. И второй вид – это живые существа, обладающие сознанием. Например, диктофон, микрофон – это всё просто материя. И эти предметы не обладают сознанием. Но живые существа обладают сознанием. Даже у крошечных насекомых растений и цветов есть сознание. Конечно, это сознание ограничено рамками определённого типа тела. Но природа всех обусловленных живых существ в том, что мы пытаемся эксплуатировать материальную природу. Мы думаем, что материальная природа, материальная энергия предназначена для нашего наслаждения. И вот почему мы страдаем в материальном мире. Мы пытаемся доминировать материальную энергию. Мы пытаемся доминировать над материальной природой. Вчера мы обсуждали два вида осквернённого сознания. В одной категории люди пытаются наслаждаться материальным миром. Они пытаются наслаждаться независимо от Верховного Господа. А другая категория людей сами пытаются стать Всевышним. Они пытаются слиться с Верховным Богом. Одними движет желание наслаждаться результатами своего труда. Когда вы хотите наслаждаться плодами. А когда вы работаете, у вас есть какой-то результат вашей работы, и это как раз плод вашей деятельности. И вы думаете, что он предназначен для вашего наслаждения. И в Бхагавадгите Кришна говорит, «Ты можешь работать, у тебя есть право на труд, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда». Это карма-йога. Работать в отречённом состоянии от плодов. Работать, что результаты вашего труда принадлежат Всевышнему. А другое осквернённое настроение – это когда мы сами хотим стать Всевышним. Когда мы разочаровываемся в своих попытках наслаждаться материальным миром. Мы всё больше и больше хотим наслаждаться этим миром, но всё больше и больше разочаровываемся, поскольку все наши попытки терпят крах. И вы разочаровываетесь и думаете, что это безнадёжно, у меня так и не получится наслаждаться. И тогда вы говорите, «Я отрекаюсь от всего». Я отрекаюсь от всего мира. Но вместо этого я хочу стать Всевышним. Я хочу слиться с Ним и раствориться в этом единстве, в Его сиянии. Таковое разочарование живого существа. Оба этих умностроения, которые мы обсуждали, неправильны. Господь Капила объясняет, что когда живое существо начинает заниматься преданным служением, то оно занимает своё законное место. И тогда оно становится независимым. И нас может сбить с толку такое сочетание, как мы можем одновременно служить, быть слугами и быть независимыми. Если я начну кому-то служить, то я ведь попаду под контроль этой личности. Как я смогу быть независимым? Но Прабхупада объясняет, что служение духовному очень сильно отличается от служения в материальном мире. В материальном мире, когда вы служите кому-то, вы полностью попадаете под влияние этого человека и делаете всё, что он вам велит. И в материальном мире мы служим кому-то ради вознаграждения. Вы пели песню Баджа Харимана? Вы пели песню Баджа Харимана? Это прекрасная песня, мы споем ее сегодня вечером. Баджа Харимана, он говорит о том, как вы должны служить грязным и скупым людям. В этой песне поется, что в этом мире мы вынуждены служить грязным и скупым людям. Иногда, you know, you get a job. You get a job, and you're working in some place, but the boss is nasty, wicked, miserly, sinful. Иногда вы можете работать в каком-то месте, и ваш начальник — это ужасный, скупой и греховный человек. One of the daughters of one of our devotees in Singapore. She got very good marks in a very good university, the best university in Singapore. She graduated with very good marks, and she got a very good job in the government. В Сингапуре дочь одного преданного закончила университет, самый лучший университет, с отличием, и поступила на очень престижную службу в правительство. So she was thinking, I've got such a good job. But then, when she went to the work, she found the boss was horrible. И она думала, как же мне повезло, что я нашла такую работу. Но когда она начала работать, она поняла, что ее начальник — это просто ужасный человек. Very nasty, angry, you know, a slave driver. You know, slave driver? А рабовладелец, да? Slave driver, you know, if you're a slave, you know, they whip you to get you to work harder. Это был абсолютно ужасный, очень злой человек, и он любил помыкать людьми. You know, not a very nice atmosphere to work in. Не очень приятная атмосфера для работы. But service to Krishna is different from service in the material world. Но служение Кришне сильно отличается от служения в материальном мире. Кришна — это очень добрый и любящий хозяин. Кришна заботится о нас, и всегда думает о нас, и всегда размышляет, как нам помочь. Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. И он пытается помочь нам вернуться к Нему. Вот почему он пришел сюда и рассказал Бхагавад-гиту. И так же он посылает сюда своих чистых преданных, чтобы помочь нам и спасти нас. Поэтому служение в духовном мире очень сильно отличается от служения в материальном мире. В материальном мире, когда заходит речь о том, чтобы стать чьим-то слугой, мы думаем, нет, я лучше буду хозяином. Я не хочу быть чьим-то слугой, наоборот, я хочу быть хозяином. Потому что служение в материальном мире ассоциируется с тем, что вас будут заставлять что-то делать, оскорблять вас и пренебрегать вами. Одна девушка работала в банке и получила повышение, и подумала, как здорово, сейчас у меня и зарплата вырастет. Но прибавка к зарплате у нее получилась очень маленькая, а взамен на это на нее навесили еще кучу дополнительных обязанностей. Вот таково служение в материальном мире. Люди хотят получить от вас намного больше, но давать вам как можно меньше. Но Кришна не такой хозяин, не такой повелитель. Итак, Шрила Прабхупада объясняет нам, что настоящая независимость заключается в предании Кришне. В Бхагавад-гите Кришна говорит о необходимости практиковать регулирующие принципы свободы. Материалистичные люди, корми, непреданные думают, что они свободны. Но они не свободны, они находятся под контролем гун материальной природы. Люди говорят, я свободен, я могу есть, что пожелаю, курицу, говядину, могу делать, что хочу, могу курить, поэтому я свободен. Но они не свободны, они находятся под контролем гун материальной природы. Они под контролем гун страсти и невежества, которые и заставляют их есть все эти ужасные вещи, и совершать все эти невежества. Но из своего же невежества они думают, что они свободны. На самом деле они являются рабами материальной природы. И поэтому они страдают в материальном мире. Но по-настоящему свободен только тот человек, который принял прибежище к Кришне. Бхагава-гита, Lord Krishna, says, Mahatmanastamampata devin-prakritim-ashrata. Vajamti-ananya-manaso gyadva-butadim avya. Эти великие души находятся под контролем моей... ...находятся под защитой моей энергии. Кришна's divine energy, they are the shelter for the devotees. And they are fully engaged in devotional service. И они полностью заняты в предном служении. Будучи занятыми в предном служении, они счастливы. И вот в этом и заключается настоящая независимость. To be situated in the service of Lord Krishna. Just like India was a big country, at one point they were a colony of the British Empire. Как, например, India, такая большая страна, в какой-то период была колонией Британской империи. So they wanted independence. И они хотели добиться независимости. And they celebrated every year the day on which they got independence. And they celebrated every year the day on which they got independence. Just like China, on the first of October, they celebrated, just a few days ago, a week ago, they celebrated their independence or their liberation. И в Китае тоже каждый год, 1 октября, они празднуют день независимости. Го чинг чия. Го чинг чия. Го чинг чия. The day on which they got independence. Это на китайском название праздника, день, в который они получили независимость. Но на самом деле совершенно они не свободны и не независимы, потому что они по-прежнему находятся под влиянием материальной природы. Индия получила независимость от Великобритании, но это ведь не поменяло, по сути, ничего. То есть, у него был человек, который вел за собой эту армию революционеров, которые боролись за независимость Индии. Он пришел к Бхакти-сидданте Сарасвати, Прабхупаде, и сказал ему, «У вас есть много молодых людей в вашей общественности, и вы должны давать некоторые этих людей для моей армии». И этот человек пришел к Бхакти-сидданте Сарасвати, Гуру Шива Прабхупаде, и сказал, «У вас среди ваших учеников очень много молодых людей, вы должны часть из них послать вместе с нами, чтобы они присоединились к армии». Но Бхакти-сидданте Сарасвати сказал ему, «Вы боретесь за независимость Индии, он сказал, что в будущем вы будете родить в Инглии, и вы будете родить английский, в следующей жизни». В будущем индусы поедут в Англию и будут там заправлять. И сейчас мы видим, как это уже воплотилось, потому что премьер-министр Великобритании индус. Он родился в Великобритании, но его родители индусы. Поэтому, в чем вообще смысл бороться за независимость той или иной страны? Потому что мы все равно остаемся под контролем материальной природы. По-настоящему независимым становится только тот человек, который принял прибежище Кришны. В Бхагавадгите Кришна говорит, «Материальную природу очень сложно преодолеть». Материальная природа очень тугая нас связывает и очень сложно освободиться из этих пут. Мы видим, как трудно это для людей. Когда они начинают курить, то очень сложно, чтобы они перестанут на курить. Например, когда человек начинает курить, ему очень тяжело потом бросить. Даже к чаю возникает такая зависимость, от которой потом очень сложно избавиться. Материальная природа так удерживает нас, что мы становимся ее узниками и не можем освободиться. Но если вы предаетесь Кришне, вы очень легко можете выйти из-под влияния материальной природы. Потому что материальная природа находится под контролем Кришны. Если мы приняли прибежище у Кришны, то нам нечего бояться материальной природы. Просто как, когда мы бывали, мы с знакомыми мальчишками крали яблоки с яблонь у других людей. Но однажды, когда мы вот так вскарабкались на яблоню, пытаясь сорвать яблоки, хозяин этой яблонь увидел нас и спустил собаку, огромную собаку, которая подбежала и стала нас облаивать. И мы были в растерянности, что же делать там внизу, огромная собака лает на нас, как сейчас спускаться с дерева. Но потом подошел все-таки хозяин, и собака, так как это был ее хозяин, она слушалась его. Он ее придержал, и мы смогли спуститься с дерева и убежать. Потому что собака подчинялась своему хозяину. И точно так же материальная природа находится под контролем Кришны. Если мы предаемся Кришне, то нам нет уже нужды бояться материальной природы. И Прабхупада объясняет далее, что имперсоналисты думают, что они свободны и независимы. Они даже думают, что они ишвары, контролирующие. Когда Прабхупада впервые поехал в Америку, он был в центре в Нью-Йорке, и близко к его центре в Нью-Йорке там был другой йоги, там был человек из Индии, который учил йогу. И он учил их лично йогу. Когда Прабхупада отправился в Америку и открыл свой первый центр в Нью-Йорке, там неподалеку также прибывал один учитель йоги, который преподавал имперсонализм. И даже учителям сидят, сидят прямо, сидят прямо, сидят прямо, сидят прямо, сидят вниз, и медитировать на верхней спины, глаза не закрыты, и не открыты, но смотрят на верхней спины. И этот учитель говорил своим ученикам, что нужно сидеть прямо с прямой спиной, с полу открытыми глазами, смотреть на кончик своего носа и медитировать. И он сказал им, что сейчас в медитации вы будете контролировать Луну. И все сидели и повторяли «Я контролирую Луну». Сейчас вы будете контролировать Солнце. И они повторяли «Я контролирую Солнце». И вот так они сидели, медитировали и думали, что они чем-то управляют. И после йога-класса, они выходят и пить сигареты, и пить пиво. И думали «Я контролирую». И думали, продолжали думать, что они чем-то управляют. Но они сами находятся под контролем гун материальной природы. Эта материальная природа побуждает их пить, курить и делать различные, совершать различные другие греховные поступки. Но предавшись Кришне, преданный подпадает под защиту духовной энергии. Правда? «Серендер» означает, помните, вчера вечером мы обсуждали, в чем заключается предание. В чем эти шесть аспектов предания? Accepting everything favorable, right? And we sang this song about what's favorable. Первый из этих шести аспектов вручения себя Господу – это принятие всего благоприятного, и мы даже пели об этом вчера песню. Right? «Посещать святые места и слушать о деяниях Господа». «Принимать просад от Господа». «Видеть Ганго». Dobrobuddy All this different… And then toolsy… There you keep toolsy here? At home? Yes, yes. Good. Every day, seek toolsy, very nice... Pure. Все эти перечисленные вещи очень благоприятны для преданного служения. Это и означает предание. Вопросы? Так, попробуйте, может быть, вот сюда. У меня такой вопрос, я работаю, и работала у меня такая достаточно суетливая риэлтор, продаю недвижимость, покупая продаю недвижимость. И это очень много занимает у меня времени. Я очень переживаю, что от этого практически страдает моя садана. Но пока другой деятельности мне Господь не дал. То есть эта деятельность у меня появляется, она мне позволяет ездить в Дхаму. Я из-за этого и пошла работать, чтобы ездить в паломничество. И, например, я не успеваю пропеть мангаларати, с трудом успеваю вычитать джапу, но учусь на нескольких курсах образовательных. То есть хотя бы какая-то санга образовательная у меня есть. Как мне все-таки правильно расставить приоритеты? Вот что должно быть на первом месте? Я переживаю, что у меня не получается петь мангаларати. Отлично. 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 Выходим до времени. Отлично. У меня aren't able to spend too long time. У меня бувьет из жизни. Я не могу перейти мангаларати. I don't have time to sing Mangala Arati, but this job allows me to go to Dhamma, because I can earn money. And also I get some spiritual education, so what should I put into priority, because I don't have much time during the day. What should be my priority in spiritual life? Well, yeah, you have to make a living, you have to support yourself in this world. It's important to be able to survive, so you need some income. But you have to have also some spiritual life. You can't sacrifice everything just for money. You have to have a balance. You have to make some money at the same time. You should have some time for your spiritual life. So, you have to try to balance these two things. You know, just working hard all day doesn't necessarily guarantee that you make a lot of money. You may work very hard, you may not be able to sell any real estate. It's a difficult job trying to sell property. My goodness, it's very competitive and it's very, very, we would say cutthroat business, you know, because it's big money. Yeah. It's... a... Вообще это очень тяжело пытаться продать какую-то недвижимость, какую-то собственность. Это очень... Вам нужно сталкиваться с такими большими вызовами. Как это, cutthroat по-русски? То есть, это такая работа, где там чуть ли не глотки надо перерезать кому-то? Но я не перерезаю. I don't cut throats. She said, I don't cut throats. Я с любовью стараюсь действовать. She says, I'm acting with love. Then it might be hard for you to do well in that business. Тогда вам сложно, может быть, вообще этим бизнесом заниматься. Все мои клиенты получают просад. Все свои клиенты получают просаду. И книги Шилла Павкат. И Шилла Павкат's books. Well, I know in places like Los Angeles or somewhere, you know, it's a very cutthroat business. I know, в Лос-Анджелесе там как раз так и действует, что друг другу глотки перерезают в этой деятельности. You have to be very ruthless to do well in that kind of business. So, you have to consider yourself, you know, it's nice, you get money, you can go to the Holy Dang. But how, you go to the Holy Dang, what, one month? You have to go to the Holy Dang. You have to go to the Holy Dang. You have to go to the Holy Dang. It's nice, but I don't know how long you can go on like that. Это хорошо, но сколько вы вот так продержитесь еще? Я бы хотела, конечно, поменять на что-то более спокойное. И другого пока нет. She would like to change to something more calm, but there is no opportunity now. Yes, well, you have to be looking. You have to look for some opportunity and for some alternative. Просто продолжайте искать какую-то альтернативу. You don't definitely don't want to go on like that forever. Потому что вечно вы так не продержитесь. If you can find some other way, by which you can have more time, you don't need a lot of time. Most of our devotees are also working. Конечно, вам нужно будет найти что-то, что будет давать вам больше свободного времени, но при этом вам не нужно прям целый день свободный, потому что большинство преданных тоже работают. Многие преданные работают просто в найме, обычно рабочую неделю, но тем не менее тоже можно это совмещать со своей садханой. What do you need to do in sadhana? You know, like, do you work 7 days a week? No, you don't work 7 days a week, do you? You work 7 days a week, do you work 7 days a week? Yes, I work практически every day, but I don't always have 100% занято. I can only 2 hours a day заниматься. Almost every day, but sometimes it takes only 2 hours a day. Okay, so then you have time for sadhana, right? Yes, so you have to balance these things, right? Some days you've got, you're just working 2 hours a day, and other days you're more busy. So when you're only working 2 hours a day, then you make up for the days when you were working hard. Some days you're busy, but some days you work 2 hours a day, and some days you work 2 hours a day, then you just run everything you've lost in other more busy days. Okay, so? Yes. That's where then you have a balance between the two. So you have to balance between the two. No one more. Yes, yesterday I was like this. I have to balance between the two. So, here is something, what's all about. So, here is something. Yesterday Maharaj told about Mahaprasad Prabhupada. Let Maharaj tell us, should we be able to share with him or should we eat him with him? Yes. I'm sorry. That's right. You recently mentioned, We mentioned that we should share prasadam, but also mentioned a story when a devotee stole prasadam from another devotee. So how should we act? Share or eat prasadam ourselves? Well, if you get some mahaprasadam, you should immediately take it. Otherwise somebody may take it from you. Don't depend on it always being there. When you're giving prasadam, it's proper to immediately accept it. Lord Chaitanya, it's described in the Chaitanya-charitamrita, Lord Chaitanya went to visit the home of the one man Sarvabhumabhattacharya, and he went early in the morning. Lord Chaitanya had gone to see Lord Jagannath at the temple, and he taken mahaprasadam from the temple, and he brought it to the home of Sarvabhumabhattacharya. So Sarvabhumabhattacharya, he was a family man, and he was getting up later, you know, Lord Chaitanya was a sanyasi, so he was up there all very early, but Sarvabhumabhattacharya is a family man, he was waking up later. So Lord Chaitanya came to the home, and he was just getting up from the bed. Sarvabhumabhattacharya was a family man, and so he had a chance to wake up later, but he had a chance to wake up later. He had a chance to wake up later, but he had a chance to wake up later, and so when he came to the door Sarvabhumabhattacharya, he only woke up from the bed. And he had not, you know, he hadn't done morning ablutions, he hadn't taken bath or cleaned mouth, or anything. And he had not, you know, he hadn't done morning ablutions, he hadn't taken bath, or cleaned mouth or anything, or something. And Lord Chaitanya brought him Mahaprasad, but Lord Chaitanya brought him Mahaprasad, so immediately he took it. And Lord Chaitanya was very pleased and said, oh, very nice, He said, oh, very nice. И он тогда же тоже сказал, что когда вы получаете просад, его нужно принять немедленно. Так, я хочу задать вопрос. Правильно так отслеживать. Если у меня есть еще страхи, значит я не предалась. Боюсь за будущее, например, значит у меня нет предания или это может быть здравый смысл? Это также может быть здравый смысл. Конечно вам нужно заботиться о своем будущем. Это естественно переживать за свое будущее, но также вы должны зависеть от Кришны. Преданный верит в защиту Кришны и знает, что в будущем Кришна о нем позаботится. Есть история одной пары, у которой не было детей. Но они поклонялись Божеству. И они переживали, кто проведет похоронный обряд, когда они оставят тело. И это для них сделало Божество. И так как они поклонялись Кришне и заботились о нем как о своем сыне, то когда они оставили тела, Кришна в форме Божества лично пришел и провел для них погребальные обряды. И мы видим пример Рупа Госвами. Когда Рупа Госвами уничтожил, он уничтожил много денег, поэтому он разделил это. Он дал половину к браманам и девочкам. И он оставил 25% для себя, для операции. И 25% он дал его семьям. Или, например, мы знаем о примере Рупа Госвами, когда он ушел из мирской жизни со своей службы и посвятил себя преданному служению. Он распорядился своим богатством таким образом, что 50% богатства он раздал преданным и брахманам. 25% отдал своим родственникам и 25% оставил себе на непредвиденный случай. Конечно, живя семейной жизнью, вы должны заботиться о своем будущем и иметь в виду, что в будущем могут быть какие-то непредвиденные обстоятельства, которым вы должны быть готовы. Вы не можете просто говорить, ну, Кришна позаботиться о том, что-то. Кришна даст вам разум, с помощью которого вы сможете позаботиться о себе. Вчера вы говорили о том, насколько могущественна пыль с лотосных стоп, преданных вода и просад. А вот грилянду мы получаем иногда после лекции. Какое благо в этом заключается. Вчера вы говорили, что это очень полезно для того, чтобы получить воду, воду или остатки. 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 А иногда после лекции мы получим гарнит в лекции. Остатки. По главному ему рассказываю, что благо listens? Мы также получаем хорошие качества. Эти гарантии, раньше они должны быть предложены, да? Они предложены для деятелей. Да. Таким образом, я беру прасаду. Таким образом, какой результат? Ну, это пирожный. Да? Уничтожает простые реакции. Вообще, обычно, перед тем, как надеть на лектора, гирлянду должны были до этого предложить божествам, и это уже прасад. Поэтому вы таким образом принимаете прасад, и он очищает вас, в том числе от греховных реакций. Принятие прасада также уничтожает последствия наших грехов. Мы почитаем прасаду, да? Мы почитаем прасаду. Таким образом, он уничтожает наши материальные желания. Он помогает нам быть в сознании Кришны. Он забирает у нас материальные желания и помогает нам быть в сознании Кришны. Спасибо. Один вопрос, пожалуйста. У меня такой вопрос. Ну, вот сейчас, я не знаю, сейчас или уже было, Петри Пакши, да, и вот призывы такие были среди преданных, что нужно обязательно принимать участие в поклонении предкам. А у меня вот все время такое сомнение очень сильное. Шилл Павлпадо в своих лекциях все время говорит, что в Кали-югу, кроме Намасангиртыны, никакие яги не работают. И что квалифицированных браманов в наше время вообще нет, просто от слова совсем. Правильно ли я понимаю, что все-таки нам не стоит принимать участие в таких ягах, потому что Шилл Павлпадо нам этого точно не рекомендовал? Конечно. Sometimes devotees call to take part in the yagya for the sake of our ancestors, but I know that Шилл Павлпадо didn't approve that, because the only process recommended in this age is Намасангиртана. So what should be the proper attitude towards this kind of yagyas? Well, some people have faith in yagyas. You see, they like to see these things. That's really the idea. Некоторые люди верят в саму идею yagya, и им нравится наблюдать за процессом. So it's really to help them to have more faith in that. But when we do the yagya, along with the yagya, there should be the chanting of the Mahamantra. Таким образом, для некоторых людей, yagya помогает им усилить их веру. Но мы должны понимать, что во время yagya также должны воспеваться святые имена. Yagya is, as you say, not really very important in the Kali-yuga. But people like to see these things, and they give ordinary people their impressed, and they give more importance to something like a yagya. You've noticed that in Kali-yuga yagya already has no power. But for ordinary people, it may be something that will attract them and will make their impression on them, and they will begin to provide this importance. Just like the Krishna Balarama temple in Vrindavan, when we opened the temple there, we wanted to install the deities. So Srila Prabhupada told us, he said, go and get the pundits from Vrindavan, and invite them to come and do the installation of the deities. So they came and they did their yagya, and they did everything for their deity installation. But Prabhupada said, the actual installation, the real installation was done by the chanting of the Hare Krishna mantra. He said, we only had these pundits come, because they would complain, they would criticize us, they would say that we never really installed the deities correctly. because they 요�land had the support of the public, So for them to get the support of the public, the public opinion, we invited them to come and do the yagya. We invited them to come and do the yagya. We invited these Pandit tactics just so that society is okay to seeing these teachings. The society's person in public's Но по-настоящему божества были установлены в тот момент, когда мы пели Харе Кришна. Поэтому, когда мы проводим Шрадхи, эти Яги по усопшим предкам, очень важно, чтобы это же время проводилось воспевание Святого Имени. Вообще вся наша деятельность должна сопровождаться Киртаном. Когда мы проводим Арати, мы ведь тоже поем. В других храмах они просто звонят в колокольчик, бьют в эти тарелочки, но когда вы попадаете в любой Исконовский храм, вы услышите, что там поется Харе Кришна. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Спасибо!